После того, как российский оппозиционер Алексей Навальный проиграл апелляцию 23 мая, его перевезли из колонии в Покровье в исправительную колонию 6 строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области. Там он по решению Лефортовского суда Москвы должен провести 9 лет. О перемещении не уведомили ни семью политика, ни адвокатов. По словам правозащитницы Ольги Романовой, условия содержания там вызывают опасения. По отношению ко всем, так или иначе, пендициарная система допускает пытки. Ну и, конечно, еще именно эта зона до строгого режима, потому что медвежий угол, потому что проверки не доезжают, да и потому что все можно. Но еще представьте себе, она стоит на большом комарином болоте. Возможность оспорить свой приговор в Европейском суде по правам человека и получить компенсацию у Алексея Навального была, как и у 73 так называемых персонах иноагентов. Но 11 июня Путин подписал указ, который позволяет России не исполнять решения ЕСПЧ и не выплачивать компенсации. На сегодняшний день Российская Федерация уже должна россиянам, которым Европейский суд вынес решение в их пользу, около 74 миллионов евро компенсации. В России преследования тех, кто выступает против войны в Украине, продолжаются. Силовики уже арестовали на 15 суток каждого из участников антивоенной акции, кто 12 июня в День России организовал установку государственного флага с надписью «Сегодня не мой день» у Министерства обороны в Москве. А на этом видео работник коммунальной службы, стоя на пожарной вышке, закрашивает белой краской окна на четвертом этаже одной из многоэтажек в Красноярске, потому что житель этой квартиры вывесил на всеобщее обозрение флаг Украины и плакат с надписью «Нет войне». В республике Бурятия суд оштрафовал на 35 тысяч рублей пенсионерку Наталью Филонову из Улан-Удэ. По информации следствия, женщина просила водителя автобуса снять символ «Зет». Ее обвинили в дискредитации российской армии. Это уже второй штраф за подобную просьбу. Еще одна пассажирка этого же автобуса получила штраф на 40 тысяч. Она поддержала просьбу Филоновой. Во время судебных разбирательств на 30 тысяч рублей был оштрафован и адвокат пенсионерки. Так, антивоенный протест в автобусе принес бюджету России 100 тысяч рублей. Вы зачем вообще подняли эту бучу? Это его автобус. О, бурятия выкатили, а они вот это делают. Двум обвиняемым по уголовной статье о дискредитации российской армии назначили психиатрические экспертизы. Одна из этих женщин – Ирина Быстрова из Петрозаводска. Ей грозит до 10 лет тюремного заключения за фото Путина в огне и тексте об убийствах украинских детей российской армии. Проверяют вменяемость и Александры Скачиленко, первая арестованная за дискредитацию российской армии в Петербурге. Напомню, девушка меняла ценники в магазинах на антивоенные высказывания. Скачиленко тоже могут посадить на 10 лет. В Москве полиция ворвалась в один из хабов, где проходила выставка «Автономная зона». Там были представлены работы тех, кто сидел в СИЗО или российских тюрмах по политическим статьям. Все работы изъяли. Свои претензии силовики объяснили проверкой возможности совершения преступлений, дискредитации российской армии и пропаганды нетрадиционных ценностей. Продолжается дело священника Иоанна Курмоярова. Адвокат сообщил, что его подопечный после ареста пропал, а затем его нашли в петербургском СИЗО «Кресты». Как оказалось, за высказывание о том, что российские солдаты попадут в ад, потому что убийце, Иоанну грозит 10 лет заключения. Пока адвокат не имел доступа Курмоярову, следователь пытался убедить священника признать свою вину. Курмояров отказался. И самое больное то, что наша армия, российская армия, Россия совершает преступления. Вот в чем беда. То, что любимая моя страна ведет себя абсолютно не по-христиански, вообще не по-человечески. Фактически делает то же самое, что делала нацистская Германия в конце 30-х и в 40-х годах. В Екатеринбурге вследствие всех арестов, штрафов и приговоров решили сделать инсталляцию. На крышах многоэтажек выставили надпись «Жить прошлым». Автор идеи Тимофей Ради объяснил, что жить прошлым – теперь приговор всем россиянам. Инсталляция не прожила и двух дней. Буквы демонтировали работники коммунальных служб.